В Казахстане выросло число жертв паводков. Первый замминистра внутренних дел Марат Кужаев сообщил, что во время наводнения погибли 7 человек. Давайте послушаем, что именно он сегодня сказал. К сожалению, такие случаи геремиста. По всем этим фактам возложены выгонные дела, и сейчас следствие проводит необходимые процессуальные мероприятия, которые будут ясны, как это произошло, причины, условия, способствующие этому, если виновность кого-либо в этих происшествиях. Ну, известно, что погибшие были из Атараусской, Туркестанской и Абайской областей, причем четверо из кульсары города в Атараусской области. Среди них отец и сын Болотбек Ермикбаев и Ассалхан Нуржаов. Они выехали в затопленную часть кульсары, чтобы осмотреть свой дом, а спустя некоторое время перестали выходить на связь. Лишь через 8 дней спасателям удалось найти их тела. А в Айтикибийском районе Актюбинской области в талой воде утонул 10-летний мальчик. Еще один ребенок погиб в Туркестанской области. Ну и жители столицы боятся, что паводки дойдут и до них. Сегодня в Астане затопило проспект Уладала. Давайте посмотрим видео оттуда. Субтитры сделал DimaTorzok По данным ДЧС, подтопление произошло из-за обильного таяния на местном так называемом снежном полигоне. Это место, куда свозят снег со всего города для дальнейшей его утилизации. Пользователи в сети недоумевают, почему, когда создавали этот полигон, не учли, что резкое потепление может привести к интенсивному таянию, и что вода пойдет на Астану, где все и без того плохо с ливневками. Город не справляется даже с дождями, а талые воды для столицы вообще катастрофа. Но есть и положительные моменты. Система озер Талдеколь, уничтоженная городской застройкой, много лет назад вновь стала полноводной. И под окнами астанчан теперь плещется вода. На месте подтопления сейчас работают сотрудники ДЧС. Они откачивают воду с помощью пожарно-насосных станций и мотопомп. Ну и будем надеяться, что у астанчан все обойдется и больших потопов не случится. Да, но между прочим, сегодня многие злорадствовали на тему, что потопы дошли и до Астаны, но это не очень хорошие люди, мы не одобряем их. Ну вот и в Атрау прогнозы по-прежнему тревожные. Пик паводка там перенесли на несколько дней. Изначально ожидали, что большая вода придет с 20 по 25 апреля. Теперь дату сдвинули на конец апреля, начало мая. Да, но пока одни готовятся к борьбе со стихией и строят дамбы, другие их разбирают. Там такая анекдотичная ситуация на самом деле произошла. Ну не анекдотичная, а печальная, тревожная. Накануне в Атрау задержали женщину и четверых мужчин на джипе. Они приехали, значит, к строящейся плотине и стали грузить в автомобиль мешки с песком, которые, собственно, и составляли это укрепление. Давайте послушаем, как этот случай прокомментировали в полиции. Ну, на допросе подозреваемые эти заявили, что хотели защитить от паводков свои дома. И сейчас против них возбуждено уголовное дело по факту мелкого хищения. А вот интересно, будут ли следить, чтобы в этой истории с паводками не было крупных хищений. Тут сообщили, что помимо уже выделенных миллиардов от казахстанских бизнесменов, на ликвидацию последствий потопа пустят и незаконно нажитые активы олигархов. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре. В помощь пострадавшим регионам планируют направить более 2 миллиардов тенге. Эти средства пойдут на восстановление дорог, ремонт и строительство домов, уничтоженных наводнением. Да, но тут еще появилась занимательная новость из Туркестанской области. Там в буквальном смысле пропала дамба. То есть ее не смыло, а она вообще пропала. Причем сооружение это было внушительных размеров. 2,5 метра в высоту, 40 километров в длину. И пропажу обнаружил глава общественного объединения Адельдекжолы Дидар Смогулов. Он написал об этом на своей странице в Фейсбуке. Общественник рассказал, что на строительство дамбы в конце 2021 года потратили 2 миллиарда 200 миллионов тенге. Правда, в 2022 году укрепление как будто бы размыло. Но в документах оно числится целым и невредимым. Под этим постом Дидар Смогулова появился комментарий Департамента внутреннего госаудита. Чиновники сообщили, что в декабре прошлого года они пытались провести проверку. Но из-за сложных погодных условий якобы не смогли проехать к дамбе. Ну и бросили эту затею. И сейчас якобы проверку решили возобновить после этого поста. В общем, другие подробности этой истории мы узнаем у самого Дидара Смогулова. Он должен быть сейчас с нами на связи. Да, чуть-чуть опаздывает он. Будет сейчас на связи. И расскажет нам, куда значит делась эта прекрасная дамба. И вообще была она или нет. Дидар. Дидар, добрый вечер. Добрый вечер. Дидар, вы нас слышите? Сейчас Дидар подключается и расскажет он про дамбу. Вот мы его уже видим. Сейчас появится картинка. Дидар. Да, добрый вечер. Меня слышно? Да, отлично слышно. Классный фон у вас. Дидар, спасибо большое, что выделили время. Знаем, что вы заняты этим вечером. Но уж больная история такая. С одной стороны анекдотичная, с другой стороны вопиющая. Пожалуйста, объясните, как это... Так, по документам дамба есть, плотина на месте. Но по факту там пусто. Мы вот эти фотографии видели. Вы там на фоне какого-то, не знаю, углубления, что ли, где должна была быть, наверное, дамба. Да, действительно, это случай вопиющий, я сказал бы, в Пакистанской области. Сейчас я встану вот так. Получается, проект еще был 21-го года. В конце 22-го подписали. В конце 21-го года подписали, приняли, оплатили все в округе. По сути, это должна была быть 40-км сооружение высотой до 2,5 метров. И цель ее сдерживать воды, как дамба. Но не только для того, чтобы сдерживать палатковые воды, но чтобы создать целое водохранилище. И по проекту чиновники Туркестанской области планировали там разводить рыб, рыболовством заниматься, охотничьим хозяйством, и даже выращивать бамбук. Как бы это смешно ни звучало, в проектной документации. Потратили на это 2,1 миллиарда тенге, полностью оплатили. По нашей информации, дамбу проверили лишь однажды. Открыв шлюзы. Она не выдержала в 22-м году. И ее закрыли. Вместо прорыва подрядчик залатал бетоном. Бетон буквально метров 20, наверное. И потом так и дамбу не использовали. То есть, по сути, она свою функцию не выполняет. Об этом мы сразу же сообщили в Туркестанский антикор в ноябре 2023 года. Но 5 месяцев ситуация стоит на одном и том же месте. Они ссылаются то на то, что документы от дамбы из ЯУДР, Департамент экономических расследований. То говорят о том, что погодные условия не позволяют проехать и проверить на место. Поэтому я считаю это отговорками. По сути, более 2 миллиарда тенге потрачены, а проект не реализован. Только на бумаге. Ну, Дидар, смотрите, вы говорите, что обратились в антикор. Реакция не последовала. Но сегодня вы выложили пост. Я думаю, многие, наверное, обратили на него внимание, потому что случай вопиющий. Но какая-то реакция, может быть, появилась после этой публикации? Да, появилась. Руководитель департамента антикора по Туркестанской области, Тулебай Ахмурат Охтанович, прокомментировал, что сейчас по информации ДВГ якобы проверка приостановлена. И по улучшению погодных условий проверка будет продолжена. Однако, как нам сообщили, проверять будет управление контроля Туркестанской области, то есть по-простому ГАСК, тот, что осуществляет архитектурно-строительный контроль. То есть Акимат сам себя будет проверять. В мае месяце ГАСК нам сообщил, что вместе с нами поедет проверять эту дамбу. Но надежда на то, что одно структурное подразделение Акимата проведет объективную проверку другого структурного подразделения, очень сомнительная. Дидар, такой вопрос. А там все-таки какая-то была составляющая коррупционная? Вот 2 миллиарда, сумма такая внушительная, а дамба оказалась какой-то такой хлипкой, что после первого же испытания ее смыло. Безусловно, коррупционная составляющая есть. Почему? Потому что сам договор был из одного источника, то есть напрямую заключили контракт, что уже первый коррупционный риск, второй коррупционный риск. После того, как дамба не выдержала, а повторных никаких проверок не было, гарантийный срок истекает в 2024 году. И я думаю, по задумке чиновников, они хотят дождаться, когда гарантийный срок истекет, и потом ни с кого спроса не будет. Поэтому сейчас действовать нужно оперативно, поэтому мы решили немножко подключить общественный резонанс, так как 5 месяцев дело с места не сдвигалось. Сейчас вроде бы обещают, что в мае выйдет большая проверка по сторону. Но у нас еще вопрос есть по другим дамбам. Мы связались с Министерством финансов. Во вторник у меня будет прием у вице-министра по вопросу участия Комитета внутреннего госаудита по такому резонансному случаю. Что касается других дамб, это очень актуальный вопрос, потому что за последние 2 года на ремонт, текущий ремонт различных дамб, плотин, сооружений потрачено более 97 миллиардов деньги. То есть это огромная сумма в течение всего 2 лет. И причем мы уже знаем дамбу Щербатинскую, которая в Актунинской области, на нее потрачили более 216 миллионов рублей, однако она не выдержала. Дидар, последний вопрос, чтобы не отнимать ваше время. Вот то, что происходит сейчас, когда вся страна, ну и бизнесмены, и простые люди помогают пострадавшим от паводков. Вот там вы как будете отслеживать ситуацию, как будут распределяться активы, как будут расходоваться деньги, потому что нам уже, ну как бы, как это правильно сказать, ну поступают сигналы, вот так вот формально скажу, поступают сигналы про то, что распределяется не совсем честно, и благотворительная помощь, и те средства, которые поступают для пострадавших. Да, это огромный коррупционный риск. Почему? Потому что источников средств очень много. Это как государственные деньги, так и деньги частных фондов, так и деньги частных лиц, которые через различные сборы собирают деньги. И это все делается неконтролируемо, без координации, хаотично. Соответственно, это все создает почву для различного рода мошенничеств, манипуляций, коррупционных рисков. Для этого мы, как Адель Дегжола, запустили пол-центр, горячую линию во всех регионах страны, и вот так номера для каждой области свой, чтобы реагировать на такие факты. Сейчас, по истечению недели, я думаю, мы уже сделаем официально запросы в местные исполнительные органы, чтобы понять общий объем сумм, который был потрачен. Так как деньги идут не только на гуманитарную помощь, различные продовольствия, технику, но и на строительство домов отдельно транш выделяется, огромные суммы. Там также могут быть коррупционные риски. К сожалению, у нас уже опыт есть. В Устанайской области после пожаров, когда оперативно также строили дома, и потом они не выдерживали никакой критики. То есть здесь важно не расслабляться, а держать ситуацию на контроле. Вот людям где найти эти номера телефонные? Куда обращаться, когда есть вот такая информация? Я думаю, сейчас я вам напишу, вашим коллегам, чтобы они в эфир вызвали. И мы в описании добавим эти номера. Был бы вам благодарен, потому что это бесплатная юридическая компенсация всех пострадавших, и для того, чтобы они могли получить материальную помощь. Понятно. Спасибо, Дидар, за вашу работу, за ваше время. Напомню, с нами был глава общественного объединения Адельдекжола Дидар Смогулов. Ну, спасибо, до свидания. До свидания. Да, ну, идем дальше. Тут нужно еще раз проанонсировать, что впереди будут у нас новости по Бешимбаеву. Там, на самом деле, две интересные, Алтаншаш, новости. Одна касается их брака, который то ли был, то ли не был, и история получила развитие. И вторая новость, она касается судьи. Судьи. Да, судьи Кульбаевой, которые угрожают. Об этом поговорим чуть позже. Но у нас еще продолжаются новости про стихийные бедствия. Да, сейчас вернемся в Алмату. У нас снова сошел оползень за последние два дня. Это уже второй случай. Давайте посмотрим на кадры с места происшествия. Сначала в Медеусском районе более 60 кубов грунта сползло на дорогу и частично ее разрушило. Второе ЧП произошло в том же районе на следующий день. Оползень сошел на строящийся трехэтажный дом. Более 50 кубометров грязевой массы сошло по склону после дождя и заполнило котлован. К счастью, никто не пострадал. Но вот такие случаи показывают, насколько опасно строить в предгорьях. Правда, многих это не останавливает, и застройка там продолжается ударными темпами. Да, но не все у нас касается сегодня оползней и потопов. Экологии тоже коснемся. В Восточном Казахстане закрытый рудник травит речную воду тяжелыми металлами. Юбилей на Снегирихинское месторождение официально ликвидировали 5 лет назад. И до этого его разработкой занималась корпорация «Казахмыс». В основном там добывали медную руду, но в местных залежах также была большая концентрация свинца, цинка, ну и других металлов. В 2018 году было принято решение свернуть работы на руднике, и вот только сейчас выясняется, что законсервировали этот рудник плохо. Все эти годы стоки попадали в реку Малая Карагужиха, и нещадно ее загрязняли, эту реку. Кроме того, в прошлом году в районе месторождения обрушилась часть породы, что создало серьезную угрозу обвала горных пород. В общем, в итоге природно-охранная прокуратура ВКО подала в суд на Министерство индустрии и инфраструктурного развития, и сейчас это называется Министерство промышленности. Судятся они там, суд пришел к выводу, что рудник нужно заново закрывать, заново консервировать. Но насколько добросовестно это сделают уже во второй раз, узнаем снова через несколько лет. Но пока опять не выявят какие-нибудь загрязнения, там, воды или почвы. Но тут что, Алтеншаш, стоит добавить, что по традиции этот коронный мой вопрос. Кому принадлежит корпорация Казахмыс? По некоторым данным Нурсултану Назарбаеву. По некоторым данным Нурсултану Назарбаеву, да. У нас все спрашивают, везде мы Путина вставляем? Ну, как-то так получается, что везде Путина, и иногда везде всегда при чем-то Назарбаев оказывается, да. А сейчас коммунальная история немного расскажем. В то время, как полстраны затопило, жители Егендекольского района Акмолинской области уже год сидят без воды. В прошлом году там даже объявили ЧАЭС техногенного характера. О проблеме трубила депутат-мажелиса Юлия Кучинская. Она говорила, что трубы бесконечно латаются деревянными колышками и вставками. После этого, как сообщает издание Улус-Медиа на водоснабжение районов Егендеколь и Коргалджин, из резерва правительства выделили порядка 9 миллиардов тенге. Из них 2 миллиарда Министерство водных ресурсов и ирригации уже оплатило. Однако измученные сельчане все равно негодуют в социальных сетях. Новые трубы тоже оказались непригодными. И люди продолжают сидеть без воды. Интересно, конечно, как эту ситуацию чиновники объяснят теперь. И будут ли снова выделять деньги на коммуникации – тоже вопрос. Да, вот туда бы наведаться антикору, да, Алтаншаш? Ну и следующая новость у нас тоже как раз из вот этого самого ведомства. Антикоррупционная служба задержала директора департамента капитального строительства Алматы Су. Его подозревают в коррупции. Как сообщает Central Media News, схваченного топ-менеджера Алматинского горводоканала, зовут Максат Жолдебаев. В общем, по версии следствия, он получил от некоего бизнесмена 75 миллионов тенге. И это, внимание, был лишь задаток за подписание акта выполненных работ по ремонту канализации. А полная сумма вознаграждения составляла 345 миллионов тенге. В общем, теперь задержанному грозит лишение свободы до 15 лет. Впрочем, он может откупиться штрафом, который составляет 80-кратную сумму взятки. А это, если посчитать, свыше 5,5 миллиардов тенге. Ну вот, если такая сумма у менеджера из водоканала не сообщает, ну, мы как-то сомневаемся, что такая сумма есть. Вообще, ну, такая практика у нас была. За свободу чиновники и бизнесмены готовы иногда хорошо заплатить. Алтеншаш, кто там был? Буранбаев. Много заплатил за свою свободу. Да, ну, у этого менеджера из Алматы Су, если такие активы, как у Буранбаева, неизвестно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok